Меня зовут Наталья, и я рада приветствовать вас на своей загородной кухне. Сегодня будем готовить обожаемые мною кабачки. Целых три рецепта. Все рецепты очень простые и быстрые, но при этом неимоверно вкусные. Не забывайте подписываться и на данный мой канал тоже, чтобы не потерять эти и подобные рецепты. Для рецепта взяла два небольших молодых кабачка. Их нарезаю не слишком толстыми пластинами вдоль. А эти пластины, в свою очередь, нарезаю соломкой. Соломка не слишком мелкая, немножко покрупнее, чем на картофель фри. Вес моих двух кабачков 400 грамм. Далее выкладываю в удобную глубокую посуду. Кабачки сразу подсаливаю. Понадобится где-то треть чайной ложки соли. Ну и, конечно, перец. Добавляю свежемолотый, также подойдет обычный черный молотый перец. А вот теперь мне понадобится всего одно куриное яйцо. С помощью вилки взбалтываю его до однородности. Буквально секундочку, не более. Далее готовую яичную смесь выливаю кабачкам. Кабачки и яйца нужно тщательно перемешать. Кусочки кабачков должны быть полностью покрыты яичной смесью. Кабачки подготовлены. Теперь мы их будем обжаривать. На горячую сковородку добавляю 2 столовых ложки растительного масла. Подойдет абсолютно любое, у меня подсолнечное. Далее на все ту же горячую сковородку выкладываю обжариваться кабачки. Периодически их нужно помешивать, чтобы содержимое сковороды не подгорело. Хочу обратить внимание, огонь под сковородой выше среднего. У меня 8 из 9. Обжаривать кабачки буду около 7 минут, не более, чтобы они оставались хрустящими. И не забывайте их периодически помешивать, чтобы они не подгорели. Прошло около 5 минут, кабачки готовы. Их сразу можно выкладывать в глубокий салатник. Сразу же беру 3 зубчика чеснока. Еще к горячим кабачкам пропускаю его через пресс. И тут же все хорошо перемешиваю, чтобы аромат насытил кабачки. Так как чесночок это всегда очень вкусно и он здесь уместен. А еще непременно укропчик свежий добавлю. Понадобится буквально 20-30 грамм. Укроп изрублю ножом как можно мельче. Этот салатик заправляю майонезом. Понадобится 100 грамм. Ну что, друзья, все перемешиваем и пробуем, наслаждаемся вкусным салатом. При желании вы можете такой салат заправить не майонезом, а сметаной в том же количестве. Нереально вкусный, насыщенный, ароматный салат из кабачков. За счет того, что мы обжаривали их в яйцах, такое впечатление складывается, что в салате присутствует мясо. А его там нет на самом деле. Рекомендую приготовить. Это очень вкусно, при том, что быстро и просто. Для второго рецепта два кабачка натираю на крупной терке. Кабачки средние по размеру, общий вес 2-600 грамм. Их я предварительно не очищала, так как они еще совсем молодые. Из натертых кабачков сразу убираем лишний сок. Как можно лучше отжимаем их руками. Следом за кабачками на такой же крупной терке натираю 2 средних картофелины. По весу это максимум 300 грамм. Для интересного пикантного вкуса еще взяла 100 грамм сыра. И его, как остальные ингредиенты, натираю на крупной терке. Затем в миску выливаю 2 куриных яйца. Также мне понадобится 100 грамм муки. Это 5 столовых ложек без горки. Я еще пол чайной ложки разрыхлителя взяла. Конечно же, я добавляю соль. Понадобится где-то пол чайной ложки. Можете взять немножко больше. Ну и куда без черного перца. Здесь уже ориентируйтесь на свой вкус. Я еще решила для приятного аромата и красивого вида блинчиков добавить немножко укропа. Понадобится 20-30 грамм, не более. Для того, чтобы блины были более эластичными и сочными, я добавлю в тесто 2 столовых ложки растительного масла. Ну а теперь все наши ингредиенты нужно хорошенько и тщательно вымешать. Можно это сделать с помощью ложки. А можно надеть перчатку и перемешать все руками. Так гораздо удобнее. Консистенция должна получиться не слишком густой, но и не жидкой, как фарш на котлеты. Тесто кабачковое подготовлено. Можно идти к плите. На горячую и сухую сковородку выкладываю 2-3 столовых ложки нашей кабачковой смеси. С помощью лопатки или ложечки все распределяю равномерно. Должна получиться вот такая лепешечка. Закрываю крышкой и на огне немножко выше среднего. Все буду прожаривать около 3-4 минут. Как вы помните, растительное масло я добавила в тесто, поэтому на сковородку ничего не добавляла. После этого открываю крышку. Смотрю, что блин и сверху хорошо прихватился. С помощью лопатки переворачиваю его на обратную сторону. Снова закрываю крышкой и обжариваю еще около 2-3 минут. Готовый блин выкладываю на блюдо, которое заранее подготовила. Следующий блин формирую подобным образом и запекаю под крышкой где-то 5 минут, не более. Тогда блин не порвется 100%. Готовые блинчики выкладываю стопкой на блюдо. Таким же образом продолжаю жарить оставшиеся кабачковые блины. Гора моих вкусных кабачковых блинов готова. Блины получаются очень ароматные. И посмотрите, какие они эластичные. Абсолютно не рвутся. Сметана к таким блинам идеально подходит. Хотя любой другой соус, я уверена, тоже будет хорош. Блины настолько вкусные получаются. За счет картофеля сытные, за счет кабачка сочные. А за счет сыра имеют прекрасную хрустящую корочку. Очень рекомендую вам приготовить и попробовать. Получается вкусно. Ну и для третьего рецепта потребуется 1 средний кабачок. Его нарезаю колечками. Колечки где-то по 1 сантиметру, не толще. Вес кабачка приблизительно 300 грамм. Подготовленные кружки сразу выкладываю в миску. Кабачки обязательно подсаливаю. Понадобится где-то треть чайной ложки соли. Также добавляю молотый перец. Здесь по вкусу ориентируйтесь. А еще для интересного пикантного вкуса я взяла копченую паприку. Понадобится 1 чайная ложка. Также добавляю кабачкам 1 столовую ложку любого растительного масла. А теперь все хорошенечко перемешаю, чтобы распределить все специи и масло по кабачкам. Для наивкуснейшей начинки потребуется творог. У меня брикет 180 грамм. Также для начинки я измельчаю 30 грамм грецких орехов. Но делаю это не слишком мелко. Хочется, чтобы орешки ощущались в блюде после приготовления. Подготовленные орешки добавляю к творогу. Еще добавлю в начиночку буквально 10 грамм свежего укропа. Для того, чтобы начинка была не слишком сухая, плотная, добавляю 50 грамм сметаны любой жирности. Еще добавлю в начинку 2-3 зубчика чеснока для вкуса и аромата. Его пропускаю через пресс. Подсолю начинку парой щепоток соли. Начинку очень хорошо перемешиваю. Орехи, чеснок, сметана и остальные ингредиенты должны хорошенько перемешаться. Я уже подготовила противень, на котором буду выпекать кабачки. Его выстелила кусочком пергамента. Уже замаринованные кабачки выкладываю на свой подготовленный противень. У меня из одного кабачка получилось 14 кружочков. Подготовленную начинку выкладываю сверху на свои кружочки из кабачков. Чуть не забыла включить духовку, чтобы она разогревалась. Поэтому включаю ее на 180 градусов, пусть греется. На каждую шайбочку приблизительно полторы чайных ложки получаются начинки. Начинку можно выкладывать и как-то придавать ей форму. А можно делать, как я. Поверьте, после запекания это будет выглядеть очень симпатично. Как вы помните, духовка разогрета до 180 градусов. Запекать кабачки буду 25 минут. По истечении 25 минут мои кабачки готовы. Ну что, давайте пробовать, что же у нас получилось. Это очень вкусно. Сочный кабачок с привкусом копченой паприки. А сверху творожная начинка, да с хрустящими орешками. Получается невероятно вкусно. Это блюдо я вам настоятельно рекомендую приготовить. Это очень-очень вкусно и полезно при этом. Такие кабачки можно есть даже ночью и при этом худеть. Друзья, мне будет очень приятно, если вам понравились мои рецепты из кабачков. Также я буду рада вашим лайкам и комментариям. Хочу попрощаться с вами. До следующей встречи. Пока-пока.